Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Девочки, сегодня выполняю просьбу многих из вас и хочу показать, какие соусы я заменяю вместо майонеза. Итак, сегодня я планирую сделать салат мимозу и буду делать для него специальный соус. В общем, я сейчас покажу первый вариант, который, я думаю, многим из вас придется по вкусу, потому что я знаю, что достаточно большое количество людей все-таки любят майонез. И любят вкус майонеза в таких салатах, как сельдь под шубой, как мимоза, как рыбки в пруду, полянка и так далее. Так, что я буду брать, какие продукты? В общем, чтобы облегчить сам майонез не только по вкусу, но и по калориям, я буду брать вот такую вот кофейную ложечку горчицы. У меня она с зернами и не очень острая. Если у вас горчица более острая, то возьмите по вкусу, больше или меньше, в принципе, какую любите. Затем я беру домашний йогурт. Это йогурт, как греческий, йогурт натуральный, без каких-либо добавок. У меня здесь баночка 80 грамм. Лимонный сок по вкусу. Если любите более кислый, то добавьте больше, если меньше, то меньше. И, естественно, буду использовать майонез столовую ложку. Итак, все ингредиенты для приготовления облегченного соуса у меня уже в миске. И сейчас все, что нужно, это тщательно перемешать. Ну, вот и все дела, как говорится. Текстура соуса, смотрите, получается немного жиже, чем у майонеза. И мне даже это больше нравится, поскольку такой соус намного легче наносить на слоя салата. И еще один нюанс. Если вы готовите, любите соус тартар, то вот к вот этой вот смеси можно добавить мелко нарезанный лук, немного камперсов и немного соленых огурчиков. И у вас получится очень такой пикантный соус под названием тартар. Ну, и сейчас я покажу абсолютно диетический соус, рецепт которого я придумала методом пробы ошибок еще несколько лет назад, когда использовала диету Дюкана. Но этот соус как бы остался в моей кулинарной жизни, и я его часто использую, и с удовольствием покажу вам этот рецепт. Этот соус можно готовить заранее, и если, к примеру, вы не использовали все приготовленное количество, то переливаете в стеклянную емкость, и такой соус хранится в холодильнике примерно неделю. Решила показать, конечно, конечный результат. Салат мимоза с вот этим соусом. Смотрите, все слои пропитаны хорошо. Сверху, вон там, под сыром соус не растекается. Салат получается нежный и очень вкусный. Также, если вам интересно, в конце видео будет рецепт салата из индюшиных сердечек с использованием другого соуса. Один желток, вот такое вот среднего яйца, соль по вкусу. Если вы не на диете, то вы можете использовать обычный сахар. Если вы, как я, на диете, то я использую вот такой вот сахарозаменитель без аспартама. Там нету калорий. Ну, в общем, ясно для тех, кто на диете. Затем нам понадобится еще одна столовая ложка кукурузного крахмала. И 150 грамм молока. Молоко я взяла обезжиренное, но не совсем. Оно здесь называется деми и креме. Это значит, в нем 1,2% жира. Есть, конечно, вообще обезжиренное 0,5%, но то мне не нравится. И вот такой вот уксус. У меня бальзамический, потому что я его, ну, уже привыкла к нему и предпочитаю именно брать этот уксус. Но вы можете взять любой, какой вам нравится. Хоть яблочный, хоть обычный 9% белый уксус. Вот этот уксус, кстати, 6%. Его нам понадобится 1 чайная ложечка. Но если у вас уксус более такой крепкий, 9%, то, наверное, можно... Ну, по вкусу лучше смотреть. По вкусу я такие вещи, как соль, сахар, уксус я всегда добавляю по вкусу. И горчица. Горчицы я буду класть 1 чайную с горкой ложки, поскольку здесь горчица, она сладкая, она вообще никакая. И если вы будете использовать горчицу нашу, то, естественно, тоже смотрите по вкусу, где-то пол чайной ложечки, поскольку она довольно-таки острая. В общем, вот этот вот соус, он подходит к рыбе, к мясу, напоминает вот такой вот по вкусу, он напоминает майонез, но без вот этого вот послевкусия жира, который присутствует, ну, по крайней мере, как для меня в майонезе. Я этот соус использую, если мне нужна креветка, если я делаю рыбу, добавляю туда петрушку, укроп, ну, короче, просто получается супер. К мясу тоже использую. И еще на все салаты мимоза, оливье, сельдь под шубой, в общем, крабовый с креветками, на все салаты я использую этот соус. Во-первых, он облегчает калорийность блюда, во-вторых, это вкусно, и он такой нежный, ну, вы поймете. Так, ладно, давайте приступим к приготовлению. Вот я в свою кастрюльку уже положила, вот она такого небольшого размерчика возьмите, желточек, вот это вот соль, вот это вот крахмал кукурузный, вот это вот горчичка и вот это сахарозаменитель. Все ингредиенты я сейчас вот так вот смешаю и понемножку буду добавлять молоко, 150 грамм вот на полпорции, потому что мне нужно будет, ну, и соуса где-то так оно и получится, где-то грамм 150. В общем, довольно-таки немало, как я считаю. Так, и вот так вот я потихонечку размешиваю, размешиваю, чтобы все молочко, чтобы крахмалчик, соль, все, оно смешалось нормально. Соус получается очень вкусный, очень нежный. Не знаю, я настолько привыкла, что я практически сейчас никаких майонезов не использую, тем более французы их не любят, но когда пробуют вот этот соус, они не понимают, как же так. Так, ну все, оставшееся молочко я вылила. Сейчас мы вот это вот, видите, все очень просто. Смешали, он 5 минут на приготовление уходит. Вот это вот мы смешали, сейчас мы поставим на маленький огонь, вот это все дело, и заварим до загустения. И потом добавим по вкусу наш уксус, и все, соус остывает, и он готов. Вот соус я заварила, смотрите, какая у него консистенция получается, такая вот он шелковистый, такой вообще нежный-нежный-нежный, такой кремообразный, ну вообще супер. Да, еще огонек должен, вот у меня маленькая-маленькая комфорочка, видите, вот даже немножечко меньше, вот перед самым концом, вот такой вот должен быть, чтобы соус не пригорел. Ну это, я думаю, каждая хозяйка знает, я просто немножко уточняю. Смотрите, какая красота. И сейчас мы добавим совсем чуточку уксуса. Мой любимый соус, универсальный, готов. Вот столько у меня получилось. Смотрите, какая мисочка. Здесь около, наверное, ну грамм 150-170, потому как мисочка довольно-таки небольшая, ой, немаленькая. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный салат с использованием индюшиных сердечек. Итак, что же нам понадобится? Мы возьмем примерно 300-350 грамм, можно взять куриных или индюшиных сердечек. Затем нам понадобится пол баночки, это примерно 100 грамм маринованных шампиньонов, немножечко растительного масла для обжарки, одна большая луковица, 3 вареных яйца. Затем нужно взять вот такое вот количество соуса. Ссылочку на приготовление соуса я оставлю. И примерно 150-200 грамм моркови по-корейски. Ссылку на приготовление моркови я тоже оставлю, поскольку она готовится немножечко иным образом. Я в нее добавляю грецкие орехи. Для украшения салата мы возьмем 4 грецких ореха. Ну и теперь приступаем к приготовлению. У сердечек удаляем вот эти вот трубочки. И поскольку я использую сердечки индюшки, то я, естественно, буду их, они достаточно крупные, и я их буду разрезать на 4 части. Если у вас сердечки куриные, то разрезать их не нужно. Нарезаем на такие вот квадратики. Яйца натираем на терке. Сковороду ставим на средний огонь, наливаем немножечко масла, примерно столовую ложку, и выкладываем сердечки, грибы и лук. Все перемешиваем и закрываем крышечкой, потихонечку тушим до готовности лука и сердечек. Ну вот и все, сердечки, грибы и лучок готовы. Лучок, как вы видите, стал прозрачным. Грибочки у меня были консервированные, поэтому они практически готовы. И сердечки, самое главное, их не зажарить, чтобы они были очень мягкими и нежными. В общем, вот так вот все это выглядит. Сейчас мы дождемся, когда это остынет, и будем формировать наш салат. Начинаем формировать наш салат. Первым слоем в салатник отправляются обжаренные сердечки, лук и грибы. Затем мы положим слой корейской моркови. Примерно вот такой вот слой моркови у вас должен получиться. Как вы видите, вот заметные достаточно грецкие орехи, которые находятся в ней. И вот такое вот небольшое количество мы оставим для украшения салата. И теперь укладываем тертые яйца. Ну и яичный слой находится уже в салатнике. Как вы видите, я оставила один желток тоже для украшения салата. Сейчас нам нужно будет вот этот весь соус очень обильно смазать верх салата. И затем мы будем украшать. Вот салат я смазала соусом. Соус у меня получился немного гуще, чем как обычно. И поэтому я использовала влажную ложечку для того, чтобы его хорошо распределить равномерно. Ну и сейчас будем украшать наш салат. Вуаля, салатик готов. Салат этот достаточно сытный, вкусный, но малокалорийный, поскольку мы используем не майонез классический, а диетический соус. Но вкус остается точно такой же, как бы мы использовали майонез. Всем приятного аппетита! Большое спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч на моей кухне! Продолжение следует...